вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев в этой ветке уроков мы будем разбирать с вами контент вкладку контент и сопутствующие к ней ссылки настройки и по нашему обычаю мы обычно движемся сверху вниз то есть по идее должен быть урок сначала материалы категории рассказать я должен был об этом но в этом видео мы с вами рассмотрим медиа менеджер почему так потому что при разборе настроек материалов статей сайта да мы будем сразу так или иначе касаться медиа менеджер и будет правильно когда вы уже будете знать иметь представление об этом медиа менеджере что он может и зачем он нужен поэтому в этом видео мы рассмотрим медиа менеджер переходим сюда медиа менеджер вы часто будете к этому прибегать при создании страниц при создании статьи особенно суда загружается весь контент виде фотографий аудио видео так далее то есть мы его сможем вызывать этот медиа менеджер в любом месте нашего сайта при создании модулей страниц и статьи и так давайте рассмотрим здесь у нас левой колонке по умолчанию будут три папки созданные автоматически да когда мы джуму установили здесь это называется каталог наверху есть кнопки создать каталог от значит создать новую папку здесь у вас будут изображения по дефолту их можно оставить можно удалить то есть кликает по папке мы будем переходить в конкретную папку где уже есть вот изображение по дефолт загрузить кнопка мы сможем загрузить сразу из медиа менеджер необходимые материалы контент фотографии так далее для будущих статей как удобнее здесь вам можно это сделать удалить кнопку удаляет например какие-то изображения также папка может иметь вложенные папки вы видите вот эту структуру видно здесь цепочкой допустим изображение вы можете кликать мышкой прямо на каждое изображение вот его галочка выделяю и например я могу его удалить нас система обязательно спросит удалить ли можете отказаться или удалить дальше вот этот checkbox может выделить все и можно удалить сразу из этой папки все изображения здесь показан путь до корневой папки то есть мы находимся в папке баннер кликнув по имидж мы перейдем в корневую папку изображений то есть вот она имидж то есть мы и отсюда можем переходить и отсюда переходить по папкам вот они например вложенные папки двойным кликом мыши мы можем пройти во вложенную папку то есть структуру папок видно здесь видно что я уже в третьей папке нахожусь создать каталог сначала определяемся где мы создаем то есть папку например в корневой папке хотим создать еще одну папку создать имя на русском языке мы не называем папки скорее всего нас ну не получится это сделать лучше сразу заранее подготовиться если у вас много статей и под каждую ветку статей сделать свою папку для изображений чтоб потом у вас не было путаница потому что изображений будет очень много это я говорю вам из опыта и потом будет тяжело ориентироваться когда будет сотни изображений в одной папке поэтому создать вот она тест двойным кликом захожу видим изображение здесь нет и соответственно уже суда я загружаю с компьютера например какое-то изображение вот так это загружается как удалять вы знаете здесь над каждом изображении когда вы наводите мышь есть такие точки кликнув на нее что можно сделать с конкретным изображением во-первых посмотреть на него закрыть давайте рассмотрим все моменты скачать изображение отсюда обратно на компьютер далее имя изображения видим что вы здесь расширение изображения gpg тоже хотим поменять можете поменять но смотрите русские мы не используем буквы английскими можете как-то переименовать или цифры далее редактирование карандашик что нам дает давайте рассмотрим в этой категории настроек у нас видите есть три вкладки кадрирование изменение размера переворот качество изображения чуть меньше становится 80 то есть если она немножко уменьшается вы можете конечно же сделать здесь еще меньше но смотрите чтобы изображение было слишком ужатым чтобы она красиво смотрелась при уменьшении качества изображения дальше смотрите наше изображение помечается рамкой мы можем за края обрезать при этом смотрите когда я двигаю край линии вот здесь вот меняются положение ширины оси x y также за нижний край можно тянуть то есть опять же тянется не только снизу да она в пропорциях уменьшается то есть вот этой рамкой мы можем просто выделить область изображения которую хотим оставить и также здесь есть возможность выбрать по умолчанию один к одному 5 с 4 то есть сразу идет обрезка по пропорциям 4 к 3 и так далее это видно сразу и по рамке и по вот этим значениям дальше например выбрали наверху есть кнопки управления дальше сохранить изменения чтобы остаться в режиме редактирования и сохранится сохранить закрыть значит мы закроем и сохранимся наши изменения редактирования здесь или просто закрыть дальше следующие вкладки изменения размера также вкладка качестве изображения можно здесь изменить только ширину и высоту но здесь уже нельзя двигать сеткой уменьшать ее прямо на изображение но можно уменьшать именно здесь. Да, кстати, сброс работает именно здесь. Если я нажимаю Enter, уменьшая изображение, в пропорциях, кстати, уменьшается не только высота, но и ширина. И сброс сбрасывает мои действия. Дальше. Переворот. Также угол. Можно просто кликать сразу по градусам по этим кнопкам и сразу переворачивать на 90, 180, 270. Также кнопка сброса здесь работает. То есть получается, надо перевернуть. Перевернули, нажали сохранить, она так и сохранится. Давайте попробуем. Вот мы видим в миниатюре, что у нас получилось. Сохранить ее в перевернутом виде. Она так и показывается. Давайте это изображение я удалю. Теперь давайте рассмотрим вот эту часть настроек. Поиск. Как работает поиск? Поиск, к сожалению, работает только внутри открытой папки, если много изображений. Если вы знаете название изображения, например, просто название ввел, тут же это изображение нашлось. Вот мы видим внизу это название изображения Joomla, нижнее подчеркивание, black.png. Вот я ввел. Причем можно только часть слова, вот, например, Joomla, вот оно уже находит. То есть если я сейчас уберу это слово, показываются все папки. находит. Но находит именно в этой папке, в открытой. Скажем, если я ищу изображение, которое находится в папке здесь, или еще в более вложенной папке, этот поиск не находит. То есть надо открыть папку и потом уже поиском в этой папке, в открытой, искать нужное изображение. Но это тоже будет полезно, если у вас в открытой папке будет тысяча или более фотографий. И вам нужно отыскать одну, листать вниз долго, а название вы помните. Тогда да, поиск вам очень хорошо поможет. Теперь вот эти вот кнопки это на самом деле тоже полезная вещь. Вот если нужно уменьшить, предел, конечно, есть. Все, максимально я уменьшил. То есть много изображений или наоборот надо сделать так крупно, чтобы мы могли прокручивать, смотреть изображение. То есть увеличивать, уменьшать, это вот просто удобно здесь. Дальше вот эта кнопка показывает просто вот в таком виде изображений. То есть сами изображения мы не видим, но мы видим название четко, размер, разрешение, дата создания, дата изменения. Кликнув на ту же кнопку, мы возвращаемся как бы в привычный вид. И есть еще такая кнопка. Это информация об изображении. То есть когда мы на нее нажимаем, надо сначала выбрать изображение. Видим и название. Каталог, куда залита. То есть информация об данном изображении. Медиа менеджер мы с вами разобрали, но самое главное осталось, это настройки медиа менеджера. Вот здесь есть кнопка настройки, заходим сюда. На этой вкладке на самом деле только находится разрешение и безопасность. Максимальный размер загружаемого изображения на сайт 10, это в мегабайтах. Больше, я думаю, не стоит загружать изображение на сайт большего размера. Каталог, который у нас по умолчанию, он здесь указан как images. Каталог файлов и изображений. Мы здесь это оставляем как есть. Ограничение загрузки. Здесь вот в принципе написано. Включите или отключите функцию ограничения загрузки файлов для пользователей с правами ниже уровня менеджера. То есть лучше не выключать это ограничение. Для вашей безопасности. Дальше смотрите. Разрешенные расширения. Здесь через запятую указаны все самые распространенные, которые вы будете скорее всего использовать. Если вдруг есть расширение, которое здесь нет, вы можете запросто просто в конце списка через запятую добавить новый тип файла, который вы хотите загружать. Если здесь этого расширения не будет, Joomla не пропустит к загрузке файл, который здесь не разрешен. Также проверка Meme типов. Тоже да, это тоже безопасность. Тоже не выключаем этот ползунок. Разрешенные изображения. Здесь тоже перечислены самые распространенные. GIF, JPEG, PNG, JPEG и современный формат WP. Он здесь уже включен. Можете спокойно загружать. WP будут загружаться. Также WP и здесь тоже разрешен. Разрешенные расширения. Это уже мультимедиа. Это MPEG-4, MPEG-3 файлы. Если будете загружать прямо к вам на сайт. Но это именно аудио. А вот еще видео тоже. Распространенные типы MPEG-4, например, можно прямо на сайт загрузить. Но при условии, что он не будет превышать размер 10 МБ. Разрешенные расширения документов. Если будут загружены на сайт. Игнорируемые расширения. Можно будет задать. Также через запятую. Если вдруг какое-то есть расширение, которое не пускает Joomla, можно попробовать через эту опцию игнорировать его. И другого рода ограничения. Вот они настройки. Все в принципе. Есть еще права доступа, но это понятно. Мы с вами их уже разбирали. Также они, многие действуют из глобальных настроек самой Joomla. Или можно конкретно здесь что-то поколдовать с правами доступа, если это требуется. На этом урок закончен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok